Время платить. Судебные приставы провели рейд в одном из торговых центров Чебоксар. Сдали вахту. Поисковый отряд «Память» подвел итоги экспедиции в Ленинградскую область. Безопасный и музыкальный. В Чебоксарских многоэтажках начали устанавливать лифты нового поколения. Вопросы организации пассажирских перевозок сегодня глава Чуваши обсудил с начальником Горьковской железной дороги. Сейчас Анатолий Лисун объезжает регионы округа и проводит рабочие встречи с их руководителями. Подробности у Дмитрия Ковалева. Рабочая встреча с руководящим составом Горьковской железной дороги позволит сверить часы и решить острые вопросы, отмечает глава региона. Напряжение снимается рабочего характера. С другой стороны, и ваши должностные лица, и мои министры работать начинают на результат. Каждый год начальник дороги обязан объехать всю инфраструктуру. И вот у нас третий регион, который мы объезжаем здесь в рамках Казанской территории. Везде встречаемся с руководителями субъектов. Поэтому любые вопросы, которые к нам будут, мы готовы обсуждать. Подсчитано, что поезда по-прежнему остаются одним из самых востребованных видов транспорта. Особенно в пик дачного сезона. С начала следующего года пассажиры смогут и сэкономить на билетах, выбрав невозвратный тариф. Что характерно, мы увеличили количество пассажиров. Стороны обсудили и реализацию инвестиционных проектов. В РЖД республику называют надежным партнером. Объемы выпуска продукции растут. Наши организации будут иметь еще дополнительные инструменты, чтобы, замещая импорт, наши производители под брендом, сделанным в России, продавали, участвовали. Олег Ольга Николаевич на это смотрит очень благожелательно. Новые возможности для подприятий республики откроет и реализация проекта ВСМ Москва-Казань. Начало строительства высокоскоростной магистрали намечено на следующий год. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика. Жители одного из домов Чебоксара будут реже ходить пешком. Эта история не про то, что они забросили здоровый образ жизни, а про новый безопасный лифт. Ольга Пырочкина подробнее. Валерий Николаевич живет в доме по улице Красина в Чебоксарах уже 30 лет. И столько же работает в нем консьержем. Говорит, здесь много пожилых и семей с детьми. Так что новый лифт очень кстати. Мы здесь с 87-го года живем. Тот лифт старый стал. Вот начал барахлить немножко. На пенсию вышел. Вот сейчас поменяли. Обновить лифт здесь получилось благодаря тому, что фонд капремонта сэкономил при проведении аукционов. То есть ряд работ, к примеру, по замене крыши или системы водоснабжения обошелся дешевле, чем планировалось изначально. В программе они указаны по предельной стоимости, а по факту они немного дешевле. За счет этого 145 миллионов было сэкономлено по городу Чебоксары. И все они направлены на модернизацию лифтов. Сэкономленного в 2017 году хватило на 81 лифт в 18 домах. В современных моделях нет такой проблемы, чтобы кто-нибудь не дотягивался до кнопки верхнего этажа. Зато есть новая опция, к примеру, музыкальное сопровождение. Скорость повышена 1 метр в секунду. Установлены частотные преобразователи для того, чтобы была плавность хода, перемещение между этажами, чтобы не было дерганий, рывков. Также предусмотрено шрифт Брайля. От жильцов не требуется никакого софинансирования. Все в рамках взносов, которые они платят за капремонт. Однако определенные условия есть. Конечно, для того, чтобы это счастье случилось, жители тоже должны приводить достаточно большую работу. В том числе и собираемость взносов по дому должна быть не меньше, чем 90%. Люди платят взносы, почему бы и не направлять деньги на капитальный ремонт именно в их домах. Бесправно работать данный лифт при должном обслуживании будет от 25 до 34 лет. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. Время платить. Судебные приставы побывали в одном из торговых центров столицы Чувашии. Наведались они сюда не за покупками, а в поисках должников среди предпринимателей и продавцов. Наша съемочная группа составила компанию людям в погонах. Продавцы в небольшой растерянности. Визит людей в форуме обычно ничего хорошего не сулит. Правда, добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем. А вот с должниками разговор короткий. Имущество будет с точки изъято для принудительной реализации. Но у вас, возможно, будет 10 дней для того, чтобы самостоятельно реализовать это имущество. Это право дано вам законом, как должников. Смотрите, давайте я сейчас 60 тысяч оплачу. Остаток. В течение 10 дней попробую его оплатить. Имущество будет идеально. А вот предприниматель, который занимается продажей товаров для рукоделия, задолжал государству более 700 тысяч рублей. В ходе рейда судебные приставы наложили арест на все его товары, которые имеются на этой точке. В течение часа полки стремительно опустили. За 10 дней должник может погасить задолженность, либо все эти товары отправятся на принудительную реализацию. У владельца кафе долг хоть и небольшой, всего 11 тысяч рублей, но из-за этого он лишился кофемашины. Вообще за два часа приставы успели пообщаться с 10 предпринимателями. Мы выявили 10 предпринимателей, у которых имеется задолженность по налоговым платежам на сумму, превышающую 10 тысяч рублей. Самая максимальная сумма у нас была 700 тысяч рублей. По результатам рейда наложено было 9 арестов на имущество должников. Некоторые предприниматели сразу на месте оплачивали свою задолженность. В результате была взыскана денежная сумма в размере 300 тысяч рублей. Проведение подобных рейдов, как правило, дает положительный результат, признаются приставы. И предприниматели погашают свои долги в установленный срок. Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем. Мы накладываем арест. Поисковый отряд Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева вернулся со Всероссийской вахты памяти. Что нашли наши поисковики, узнавала Юлия Важенина. В дождь и зной, днем и ночью, в болотах и окопах эти ребята работают в любых условиях. А все для того, чтобы найти останки солдат Советской Армии, их одежду и предметы. Поисковый отряд «Память» появился 11 лет назад на базе исторического факультета ЧГПУ имени Яковлева. В Смоленское, Калужское, Ленинградское области бойцы отряда побывали в 12 экспедициях. Сейчас ребята вернулись со Всероссийской вахты памяти 2018. Почти за две недели участники экспедиции нашли 18 солдат рабоче-крестьянской Красной Армии, множество боеприпасов и личных вещей. Таким результатом можно гордиться и радоваться, но самим поисковикам этого недостаточно. Иногда так досадно получается, что мы находим целого бойца, но при нем нет никакого-нибудь семенного котелка, ложки, либо даже медальона. Это немножко расстраивает, потому что мы бы могли установить еще одну судьбу. Борис Семенов был на вахте три раза и признается только сейчас, понял, каково было советским солдатам. Вы представьте, каждые 15 минут сменяется погода. Это снег, солнце, дождь. Приходят осознание того, через что прошел советский солдат, через какие трудности, чтобы у нас с вами было мирное небо. В отряде были и опытные поисковики. Те, кто без проблем может отличить человеческие кости от животных, установить их возраст и даже физические отклонения. К ним относится и выпускник ЧГПУ Сергей Бесчаснов. Два года назад он закончил университет, но продолжает ездить в экспедиции. Мы подняли, как сказал командир, около переправы двух бойцов и была найдена немецкая гильза с самодельной зажигалкой. Все, что это осталось, это действительно грустно и печально. Многие не могут сдержать эмоции, плачут. Для меня, наоборот, это большая радость. Только с этой поездки участники привезли экспонаты, которые заняли целый стол. Теперь в планах отряда открыть музей. Увидеть все находки поисковиков можно будет уже этой осенью. Юлия Важейна, Игорь Зверев, Республика. На Московской набережной в Чебоксарах этим летом откроется несколько новых зон. Одна из таких – отдельная дорожка для катания на роликах. Велодорожку при этом перенесут на нынешний технический проезд. Также на набережной продолжают сносить постройки, которые не вписываются в новую концепцию. А на мысе любви может появиться зона для выездных регистраций. Жители деревень Верхний и Нижний Татмыши своими силами благоустроили родник, который бьет в тех местах более 400 лет. В засушливом 2010-м, когда уровень воды в водоемах упал, он буквально спас жителей окрестных деревень. А качество его воды высоко оценивают специалисты Казанской лаборатории. Вода – это источник жизни. Местные жители это понимали и всегда относились к ней с большим уважением. Несмотря на то, что поблизости бьют множество родников, Адак Щоле является самым почитаемым. Скорее всего, здесь жил человек, тот, который нашел родник этот, Адак. Мы предполагаем, что имя его Адак и название родника происходит как раз от его имени Адак Щоле. Он связан с памятными такими традициями народными. Когда в деревне появлялась невеста, молодая жена, обязательно молодые жены шли сюда, к роднику. Когда выходили на стенокос, сюда приходили к роднику тоже сначала перед стенокосом, после стенокоса тоже как бы благодарили родник этот. Инициатор возрождения родника Альберт Сергеев посвятил много времени исследованию родных мест и установил, что деревня Татмыши образовалась в 17 веке при источнике Адак Щоле. На тот момент здесь проживало порядка 200 человек. Он убежден, что вокруг родника нужно развивать этнокомплекс, посвященный родословному древу уроженцев верхних и нижних Татмыш. Мы сделали в этом году первый этап. Мы благоустроили территорию, почистили от кустовых деревьев и силами селян и учеников школы посадили деревья. Сегодня мы посадили около тысячи деревьев разных пород. И здесь у нас елисвина, и хвойная тоже есть. В будущем планируем участвовать во всевозможных грантах. Конечно же, чтобы сделать красивый проект, нужно финансирование. Сельчане надеются, что совместными усилиями проект получится притворить в жизнь, и у них появится живописное место для отдыха и массовых гуляний. Спустя три года редакция издательского дома Хабар возродила слет юнкоров. Начинающие журналисты со всей республики из соседнего Татарстана съехались в Чебоксары. Молодежный журнал «Самант», «Детский тетте», газета для школьников «Тандыш». На их страницах печатаются детско-юношеские публицистические произведения, написанные детьми на чувашском языке. Я пишу в основном на русском, но отправить статью нужно уже на чувашском. Переводить мне помогают папа, бабушка, иногда дедушка. То есть мы в основном всей семьей переводим. На этих ребят возлагают большие надежды, потому что уже сейчас ощущается нехватка национальных журналистских кадров. Во время слета юнкоров как раз обучают азам, жанрам журналистики, дизайну газет и поощряют самых активных пишущих корреспондентов. Нехватка ощущается и в издательском доме Хабар, потому что на смену опытных аксакалов журналистов требуются молодые национальные кадры. Поэтому организаторы планируют собирать и обучать юных журналистов ежегодно. Ирина Волкова, Анастасия Алангина, Юрий Марков, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. КОНЕЦ